23 ноября в Ульяновске прошло заседание штаба по комплексному развитию региона. Губернатор Алексей Русских рассказал о результатах работы делегации Ульяновской области в Москве на минувшей неделе. В рамках транспортной недели 2021 года состоялся ряд встреч с федеральными руководителями отрасли. Обсудили вопросы дальнейшего федерального финансирования дорожной отрасли, развития пассажирского электро- и автотранспорта, субсидирования авиаперелетов. На площадках форума «Композиты без границ» были рассмотрены дальнейшие перспективы реализации в области проектов, в области композитных материалов. Ключевой темой в регионе сегодня по-прежнему остается ситуация с коронавирусом. По словам губернатора Алексея Русских, динамика заболеваемости позволяет смотреть на ситуацию с осторожным оптимизмом. Фиксируется постепенное снижение новых случаев заболевания. С учетом Димитрова Гадо, в среднем фиксируется порядка 500 подтвержденных случаев заболевания в сутки. В настоящее время на амбулаторном лечении более 10,5 тысяч человек, на стационарном – более 2 тысяч 100. На сегодня для ковидных больных развернуто почти 3 тысячи коек, при этом свободными из них остаются более 700. По поручению главы региона, Министерство природы и гидромедцентр Ульяновской области ведут мониторинг водных объектов поселка Муловка Меликесского района. Три пробы воды были взяты из реки Сосновка, куда сбрасывал свои источные воды завод Гиппократ. Результатом этих трех замеров выявлены ряд превышений по веществам железа, марганцу, нефтепродуктов и состоянию кислорода в водном объекте. Данная информация будет направлена в федеральные структуры, то есть в Роспроводнадзор по Самарской и Ульяновской области, а также будут приняты меры в рамках действующего законодательства. В Ульяновской области успешно реализуется национальный проект «Демография». В нацпроект входит пять региональных проектов, по каждому из которых ведется активная работа. Например, строится дополнительные два детских сада, строится большой корпус, новый корпус для граждан старшего возраста в Барышевском районе. Кроме того, по проекту «Старшее поколение», благодаря тому, что в рамках проекта приобретены мобильные бригады, идет активная вакцинация граждан с помощью этих мобильных бригад, идет подвоз и доставка граждан старшего возраста в поликлиники для прохождения необходимого медицинского обследования. Кроме того, финансовую поддержку получило более 17,5 тысяч семей и получают ежегодно. По поручению губернатора Алексея Русских в Ульяновске ведутся работы по восстановлению теплоснабжения в многоквартирном доме на Ипподромной 4А. Ранее жители высотки в северной части города жаловались на холодные батареи в своих квартирах. Неоднократно выезжали на дом, совместно привлекали специалистов как городской теплосети, так и нашей корпорации. Как вы говорили ранее, практически провели замеры, сверились с паспортными значениями теплообменника и в целом система теплоснабжения. И если по паспорту гидравлическое сопротивление теплообменника составляет 0,6, то есть 6 метров перепад давления, фактически 2,5-25 метров, то есть по заверениям производителя теплообменника теплообменник не работает. Меры, предпринятые управляющей компанией ранее, не приводили к результату и ожидаемому эффекту в связи с неисправностью теплообменника. В результате более 400 квартир оставались без тепла. Министерство ЖКХ, городская теплосеть и комитет ЖКХ города Ульяновска решили принять другие меры. Искусственно увеличена температура в подающей сети, увеличена циркуляция внутри дома за счет открытия задвижки, байпаса. И тем самым в квартирах сейчас наблюдается действительно рост температуры. И жители подтверждают то, что стояки и батареи стали горячие. Такое решение является временным. В ближайшее время будет проведена полная механическая чистка теплообменника. Также собственникам рекомендовано приобрести резервный теплообменник. На заседании также рассмотрели вопрос повышения заработной платы жителей области, коснулись темпов вакцинации от коронавируса, подробно остановились на тематике обращений граждан, зафиксированных Центром управления регионом, а также обсудили, как и когда регион будет украшен к Новому году. Валентина Никонова, Юрий Конихин, Олправда ТВ.